С начала года на водоемах Верхней Воложья погибло 13 человек, в том числе два ребенка. Такие данные озвучивают в Государственной инспекции по маломерным судам. Дабы печальная статистика не пополнялась, инспекторы ведомства регулярно проводят профилактические рейды и беседы. Одна из таких состоялась с воспитанниками школы по спортивной гребле имени Антониной Серединой. Подробности далее. При переохлаждении начинают происходить различные воздействия в организме, усиливается пульс, увеличивается давление. И у человека, у которого слабое сердце, может даже не утонуть, а просто-напросто переохладиться. Такие беседы во время купального и навигационного сезонов сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проводят регулярно. Детям и подросткам разъясняют основные правила поведения на воде и вблизи водоемов. На этот раз представители ГИМС общались с теми, для кого вода, что называется, родная стихия, с воспитанниками грибной школы имени Антонины Серединой. Основной акцент это рассказать детям, как вести себя на водоемах. Вот, привести примеры, какие случаются трагедии, случаи. Особенно то, что происходит непосредственно как и на берегах, так и на маломерных судах. Но даже если ты профессиональный спортсмен, большая вода, как известно, всегда представляет большую угрозу. Не говоря уже об обычных людях. А потому главное, о чем напоминают в ГИМС, купаться нужно только в тех местах, которые хорошо знакомы и не являются дикими. Также не стоит переоценивать свои силы и пытаться переплыть, к примеру, в Волгу или другие крупные водоемы Верхневолжья. Даже крепкий организм, находясь в воде, отмечают в ГИМС, может подвести. С детьми, находясь, обязательно следить за детьми, ни в коем случае не отпускать детей, чтобы они одни находились рядом с водой. Потому что такие трагические случаи происходят, когда гибель детей может быть прямо на глазах у родителей. По сильную помощь при инцидентах на воде инспекторам ГИМС оказывают спасателей Всероссийского общества спасание на водах. Как рассказывает председатель Тверского отделения Сергей Ильюков, патрулирование водных объектов сотрудниками организации осуществляется каждый день. И даже в плохую погоду тверетяне не чураются дальних заплывов. Больше всего мы заметили людей, переплывающих реку в районе Восточного моста. Вот они доплывают до середины моста, а дальше не хватает сил. За день мы спасли таких человек шесть. И главное, это было всего лишь в течение одного часа, именно когда солнце поднимается. Ну, после обеда, примерно так. На Тверце много тоже случаев было. Дабы не пополнить печальную статистику, отправляясь на пляж или выезжая на водоем на плавсредстве, напоминают спасатели, всегда важно помнить о существующих правилах. В противном случае летний отдых может быть омрачен неприятным инцидентом или даже трагедией.